В эфире итоговые новости на телеканале ТВЛ в студии Ольга Костина. Здравствуйте! В самое ближайшее время познакомим вас с главными событиями уходящей недели. В Электрогорске начались выборы в Государственную областную думу. В этом году выборы будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, что вызвано требованиями эпидемиологической ситуации. А накануне глава города проверил готовность избирательных участков. Накануне выборов Сергей Дорофеев совместно с комиссией проверил готовность всех избирательных участков. Члены избирательных комиссий обустроили участки необходимым оборудованием. Собрали и опечатали каибы и урны, а также переносные ящики для тех, кто голосует на дому. Распаковали и маркировали бюллетени, установили кабины для тайного голосования. На фасадной части избирательных участков вывешены списки избирателей и информационные плакаты с кандидатами от всех политических партий. В этом году выборы будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, что вызвано требованиями эпидемиологической ситуации. Проведена полная дезинфекция участков, которая продолжится и в последующие выборные дни. Для того, чтобы процесс голосования оставался честным и прозрачным, за его ходом все три дня будут следить камеры видеонаблюдения. В режиме реального времени камеры будут транслировать изображения на специальном портале круглосуточно. Фиксироваться будут все избирательные процедуры в помещениях для голосования. Проверили готовность всех 15 наших УИКов к проведению выборов, проверили наличие навигации, наличие антисептиков, наличие масок, наличие освещения. Все устраивает комиссия, приняла все УИКи. Поэтому приглашаю завтра всех наших жителей принять участие в выборах, выразить свою гражданскую позицию и проявить свою гражданскую ответственность. Сегодня начался первый день голосования. В Электрогорске он стартовал без сбоев и нарушений. Все избирательные участки начали свою работу с 8 часов. По словам председателя участковых избирательных комиссий, все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на данный момент нет. Нарушений у нас нет, все проходит в штатном режиме, все без проблем. Народ идет, вот сейчас немножко затишь, а с утра было очень хорошо, даже в очереди люди стояли. Поэтому процесс идет, выборы начались, да, все хорошо. На выборах соблюдаются все необходимые санитарные и эпидемические меры. У избирателей на входе проверяют температуру, каждому вручают маску в случае ее отсутствия, обрабатывают руки. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт. Жители Электрогорска с самого утра идут на избирательные участки, чтобы выразить свое волеизъявление. Голосование за нашу власть, которую мы избираем, для того, чтобы они служили и работали на благо нашей страны, обязывает каждого гражданина России участвовать в этом мероприятии. Ну, и потом я всю жизнь, в общем-то, с 18 лет, сколько было выборов, ни одни не пропускал никогда. И считаю, что это правильное и нужное дело. Потому что, если мы не будем участвовать, то тогда будут участвовать другие люди, которые враждебно настроены ко всем тем переменам, к развитию нашей страны. И, соответственно, значит, враждебно относятся к будущему наших детей, внуков и всех последующих поколений. Одним из первых пришел на выборы глава городского округа «Электрогорск». Сегодня важное историческое событие в жизни, наверное, каждого гражданина Российской Федерации, потому что сегодня мы делаем свое будущее. Мы хотим видеть его стабильным, счастливым. И для этого мы сегодня пришли на избирательные участки и делаем свой выбор в пользу сильной России. Что ждете от будущих парламентеров? Я жду, наверное, обновленной России, обновленного подхода и, соответственно, обновленных подходов по развитию нашего страны в целом как промышленном, так и в экономическом виде. В преддверии начала голосования к гражданам России обратился президент страны. Владимир Путин призвал сделать свой выбор путем очного голосования или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. «Во-первых, исполнить свой гражданский долг, проголосовать за достойных кандидатов, кандидатов-депутаты Московской областной думы и Госдумы. Мы, я их лично знаю, многие жители людей знают, это очень достойные люди, которые уже себя зарекомендовали. Вот возьмем, допустим, Ленару Реймовну, наверное, нет такого человека в городе и в ее округе, которые ее не знают, она очень много сделала для нашего города, для нашего округа». «Что Вы ждете от новой команды?» «Мы ждем плодотворной совместной работы, как с депутатами Московской областной думы, на благо развития нашего города. Обращаюсь ко всем жителям нашего города, чтобы люди обязательно исполнили свой гражданский долг. В течение трех дней, пятницы, субботы, воскресенье, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор». Половина состава будущих парламентеров избирается по партийным спискам и еще 50% по одномодатным округам. Порядок партий в бюллетене определяли жеребьевкой. Избирательные участки будут работать все три дня, так что каждый сможет найти удобное время. «Сегодня я пришел, потому что я скоро иду в отпуск, там на субботу воскресенье меня не будет, поэтому воспользовался прекрасной возможностью, что можно еще пятницу голосовать. Я вот сегодня голосовал со сыном вместе. Жена, правда, тоже хотела, себя плохо чувствовала, может, попозже придет. Ну, важный день, конечно, все мы должны голосовать. Я выполнил свой гражданский долг и отдал свои голоса за наши кандидаты, за хорошие, достойные люди, достойные люди, которые будут в Госдуме и Московской областной думе». Для жителей, не имеющих возможности посетить избирательный участок по тем или иным причинам, доступно голосование на дому. Члены участковой избирательной комиссии посещают граждан с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное время. По всем интересующим вопросам можно позвонить либо по единому номеру территориальной избирательной комиссии «Электрогорска» 377-48, либо председателю избирательного участка. У каждого участка свой номер телефона. В среду вместе с представителями городских служб глава Сергей Дорофеев провел традиционный обход городских территорий. Сейчас активно ведется подготовка к осенне-зимнему периоду, поэтому благоустройство на первом месте. Вопросы благоустройства – особое внимание. Проверили выполнение поручений с предыдущих объездов, насколько качественно и своевременно отработали специалисты. Внешний вид города создается не только стараниями городских служб, но и организаций. Свой вклад должны вносить и собственники торговых помещений, и жителей города. Продолжается обустройство пешеходных тротуаров, ведущих к новой школе на улице Чкалова. Подрядчик произвел укладку бордюрного камня, подсыпку песком. В ближайшие дни приведут засыпку щебня и асфальтирование. Уделили особое внимание проблемным вопросам, которые были допущены подрядчикам, выполнявшим строительство внеплощадочных инженерных сетей к новой школе. Глава поручил исправить все выявленные недостатки – убрать выпирающую арматуру, вывести остатки бетонных плит, разровнять поверхность. Подходит, скажем так, к летний период, поэтому сегодня делили внимание тем проблемным вопросам, которые были у нас обозначены нашими подрядчиками, которые осуществляли подключение школ к теплу и к воде. Очень много к ним замечаний. Оперативно проехали, определили, что нужно сделать в кратчайшие сроки, для того, чтобы осуществить комфортные подходы и к новой школе, и во дворах. Проверили, на каком этапе находится асфальтирование дороги по улице Круженовского, мимо Дома 22 и Центра дополнительного образования «Истоки». Повышенное внимание к детским игровым площадкам. Очень печально, что из раза в раз дети оставляют надписи на игровых элементах. Обратили внимание на детские игровые площадки. Очень много замечаний. В части наши юные художники не прекращают расписывать их. Поэтому дано задание управляющей компанией «Электрогорск» нанести здесь порядок. Город готовят к осенне-зимнему периоду. Работа ведется по всем направлениям. В ряде случаев не окошена трава, не убран мусор, дорожный смет. Следует обратить внимание на опавшие после ветра ветви. Но коммунальные службы с поставленными задачами справляются. Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы начали выполнять с начала прошлого учебного года. Этот вопрос находится в сфере особого внимания родителей, руководителей образовательных учреждений и соответствующих подразделений городской администрации. Как в электрогорских школах осуществляется организация горячего питания, проконтролировал глава города Сергей Дорофеев. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Подмосковное образовательное учреждение начали оказывать эту меру поддержки уже с 1 сентября прошлого года. Вкусное, сбалансированное, полезное. Вот три главных качества питания для школьников. В наших образовательных учреждениях этому уделяется повышенное внимание. Сергей Дорофеев провел организацию бесплатных завтраков в школе номер 14 и лицее. Вместе с первым заместителем и начальником управления развития моторослей социальной сферы проконтролировал работу пищеблоков, пообщался с директорами и поварами в каждой школе, поинтересовался у ребят, нравятся ли им горячие завтраки. Я люблю кашу, чтобы набираться сил и пить чай. А это что у тебя такое? А, это твой пропуск? Да, это мой пропуск. Чтобы проходить. Я понял. А кофе выпил уже? Я буду пить. Сейчас будешь пить? А бутерброды ешь или нет? Или ты не любишь их? Нет, я не буду их. Я не обущу дома с колбасой. В этот день ребята кушали пшонно-рисовую кашу «Дружба», бутерброд с сыром, ароматную булочку и кофе с молоком. Судя по отзывам, питание ребятам нравится. Большинство съедают до последней ложки. Очень вкусно, все хорошо. Мне нравится эта школа. Ну а вообще тебе нравится питание в школе? Да. А какие блюда особенно любишь? Кашу, макароны с сыром и манную кашу. Отлично. А если сравнить с маминой кашей, чья вкуснее? Ни чья, они очень вкусные. Очень вкусные, да? Да. Ну, хорошо, вкусно. А какие-то блюда тебе особенно нравятся? Вот сколько ты уже... Как сегодня кашам нравится. Еще макароны с сыром. Ну и все. Ты тут и завтракаешь, и обедаешь, да? Не всегда обедаю. Не всегда. Я только в первом классе обедал. Сим, расскажи нам, как тебе питание в школе? Хорошее. Вот смотрю, кашу всю сегодня съела. Чья лучше, у мамы или в столовой? Ну, здесь. А какие-то есть особенно полюбившиеся тебе блюда? Да. Здесь каша. Каша. Мы кушали еще омлет. Самое главное для родителей, чтобы ребенок в школе был накормлен и получал знания на сет и желудок. Хорошо, если ребенок успевает дома как следует поесть. Ну, а если нет, то сбалансированный завтрак обеспечит ему хороший запас сил, по крайней мере, на ближайшие 2-3 часа. Все детские игровые площадки в Подмосковье должны соответствовать требованиям безопасности. На этом губернатор Андрей Воробьев делает особый акцент и ставит такую задачу перед эксплуатирующими организациями и перед надзорными службами. Оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению должен повысить безопасность площадок, так как сведения о проверке моментально поступают обслуживающие компании, которые тут же на них реагируют. Очередную проверку детских площадок с помощью мобильного приложения провели сотрудники Госадомтехнадзор совместно с представителями народного контроля. Систематический оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению проводится для того, чтобы повысить безопасность уличных игровых зон. Проверки продолжаются в течение всего года вне зависимости от сезона. Сегодня совместно с представителями народного контроля партии «Единая Россия» проверили содержание детских игровых площадок в городском округе «Электрогорск» по улице Горького, по улице Ухтомского. Для этого использовали информационную систему СКПДИ, в которую мы заносим все дефекты, выявленные в ходе осмотра. Данная информация уже поступает к эксплуатирующим организациям для принятия мер. Соответственно, исполнение данных устранений берется сотрудниками государственных надзоров на контроль. В случае неустранения в нормативном сроке применяются административные меры. Электронный проверочный лист осмотра включает три категории вопросов. Наличие информационного счета, надлежащее состояние ограждения, содержание территории, мусор и грязь и состояние оборудования. На текущий момент проводится полностью оцифровка элементов детских игровых площадок по следующей системе. У нас есть разработанная информационная система СКПДИ, в которой мы осуществляем проверку всех элементов. 100% которые есть на детской площадке – это и лавочки, и уровни, непосредственно горки, песочницы, элементы. При выявлении несоответствия или отклонения от нормы мы, соответственно, фиксируем это. Все это уходит в общую систему, потом это падает к эксплуатирующим организациям. Они видят, что необходимо устранить, принимают меры. Но в случае не принятия мер, соответственно, мы уже в рамках административного производства этот вопрос подталкиваем. Сотрудники Госантехнадзора вместе с представителями народного контроля, отвечая на вопросы, определяют состояние детской площадки, требуя нембезопасности и стандарту содержания. Каждый ответ подтверждается фотографией с территории самой площадки. Конечно, хочу отметить, что в целом приятные впечатления по содержанию детских площадок. За исключением есть некоторые небольшие дефекты в части несовременной покраски, где-то есть незамеченные выступающие болты для соединения. Но видно, что за площадками, за детскими кровоплощадками следят эксплуатирующие организации, меры принимают своевременно. К сожалению, много замечаний после таких проверок эксплуатирующая организация получает по вине маленьких владельцев. Небрежное и неаккуратное отношение к игровым элементам стало обыденным явлением на детских площадках. При этом, к сожалению, все акты детского вандализма оплачиваются за счет бюджета города. И вместо того, чтобы на сэкономленные деньги установить еще одну игровую площадку, приходится за эти средства ремонтировать и перекрашивать имеющиеся. Отдельно хотел бы обратить внимание родителей, ну и, конечно, наших юных жителей, подростков на недопустимости случаев вандализма элементов детских кровоплощадок. Безусловно, мы понимаем, что данные элементы впоследствии будут восстановлены и нарушения устранены. Но за тот период, пока информация поступает в эксплуатирующие организации, сломанный элемент может нанести травму были юным детям. В связи с чем, просим особое внимание этому обращать. Спасибо. Осмотры ДИП в мобильном приложении проводятся в целях контроля содержания и безопасности детской игровой инфраструктуры и повышения ответственности соответствующих организаций за их состояние. Напомним, в городе работают 15 избирательных участков. Если по тем или иным причинам вы желаете проголосовать на дому, вам необходимо позвонить председателю участка. Причем у каждого участка свой номер. Озвучим его далее или напрямую по номеру территориальной избирательной комиссии Электрогорска 377-48. Итак, список избирательных участков. Участок 2371. Улица Пионерская, дом 6А. Дом культуры. Рабочие фойе, левая сторона. Телефон председателя участка 8 496 43 5 00 01. Участок 2372. Дом культуры. Центральное фойе, правая сторона. Телефон 5 00 02. Участок 2854. Улица Ленина, дом 34. Средняя общая образовательная школа, номер 14. Центральное фойе, левая сторона. Номер телефона 5 00 12. Следующий участок 3451. Средняя общая образовательная школа, номер 14. Улица Ленина, дом 34. Фойе начальной школы, правая сторона. Телефон председателя участка 5 00 19. Далее. 3502. Улица Горького, дом 5. Муниципальное общее образовательное учреждение и лицей. Левая сторона помещения начальной школы. Телефон 5 00 0 5. Избирательный участок 3503. Муниципальное общее образовательное учреждение и лицей. Фойе, правая сторона. Телефон 5 00 20. Далее. Участок 3504. Расположен в молодежном центре городского округа Электрогорск. По адресу. Улица Советская, дом 2. Актовый зал, правая сторона. Телефон 5 00 03. Следующий участок 3505. Расположен в муниципальном общее образовательном учреждении и лицей. Переход первого этажа, левая сторона. Телефон 5 00 21. Участок 3506. Павлово-Посадский техникум. Улица Крыжиновского, дом 12, корпус 1. Фойе. Телефон 5 00 35. Участок 3507. Средняя общая образовательная школа номер 16. Улица Советская, дом 47. Фойе, правая сторона. Телефон для связи и по вопросам 5 00 0 7. Избирательный участок 3508. Будет располагаться в Павлово-Посадском техникуме, в спортивном зале. Телефон председателя участка 5 00 55. 3509. Участок будет расположен в средней общей образовательной школе номер 16, в столовой. Телефон 5 00 45. Участок 3510. В средней общей образовательной школе номер 16, в спортивном зале. Телефон 5 00 60. Следующий участок под номером 3511. Будет располагаться в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Улица Советская, дом 30А. Столовая. Телефон 5 00 80. Участок 3512. Будет располагаться в молодежном центре городского округа Электрогорск, на улице Советской, дом 2. Танцевальный зал, левая сторона. Телефон председателя участка 5 00 04. В теории за неуплату коммунальных услуг начисляют штрафы, не выпустят за границу, отключают воду и свет, подают в суд. На практике бывает по-разному. Многое зависит от управляющей компании. Рассказываем, почему с платежами за ЖКХ лучше все-таки не затягивать. Коммунальные долги – одна из больных точек российской системы ЖКХ. По последним данным, общая сумма задолженности россиян за коммуналку достигла 625 миллиардов рублей. В последнее время за борьбу со злостными неплательщиками в нашей городе по договору с управляющими компаниями взялся единый расчетный центр МОСОБЛ-ЕРЦЕ. Именно он собирает все платежки ЖКХ с населения – жилищные, коммунальные и на капитальный ремонт. И потом распределяет их по поставщикам, предоставляющим ту или иную услугу. У нас задолженность по городу Электрогорск жителей по коммунальным платежам составляет более 170 миллионов рублей. Мы работаем по агентскому договору с управляющей компанией «Илинком», по которым взыскиваем данную дебюторскую задолженность. Среди должников есть и те, кто намеренно не платит за ЖКХ, так и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может покосить долг. Борются с неплательщиками по-разному, начисляют пение, вносят в списки должников и вывешивают объявление в подъезде, отказывают в выдаче справки для паспортного стола, ограничивают пользование той или иной услугой. Если вы прилично задолжали за коммуналку, есть риск, что на вас подадут суд, и в оплату долга пойдет уже ваше личное имущество. Закон прямо предусмотрел такую возможность при долгах за ЖКУ. В настоящий момент производится рейд по взысканию задолженности. У должника арестовано автотранспортное средство. Сумма задолженности данного должника за потребленные коммунальные услуги составляет 108 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия со службы судебных приставов у нас производятся на постоянной основе один либо два раза в месяц. В октябре тоже будут проходить рейдовые мероприятия. Сейчас в настоящий момент у службы судебных приставов опять есть такая функция, что они могут заходить в квартиры и арестовывать имущество. Поэтому нужно оплачивать коммунальные платежи своевременно, не дожидаясь прихода судебных приставов. Помните, по какой бы причине вы не накопили долги, не скрывайтесь от управляющей компании или ТСЖ. Никто не заинтересован в том, чтобы перекрывать должнику воду или идти разбираться с ним в суд. Если у вас временные трудности с финансами, открыто расскажите о них и попробуйте договориться о рассрочке. Часто управляющие компании идут навстречу, чтобы не доводить дело до суда. В начале сентября Электрогорск присоединился к ежегодной экологической акции «Наш лес, посади свое дерево», которая проходила по всему Подмосковью. Посадки молодых деревьев прошли на 12 площадках. Уже 8 лет акция «Наш лес, посади свое дерево» объединяет жителей Электрогорска и всего Подмосковья в едином желании – восстановить леса и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки родного региона. За все время проведения акции к ней присоединились уже сотни тысяч людей со всего Подмосковья, а высадили они более 10 миллионов деревьев. В этом году в нашем городском округе высадка молодых деревьев прошла на 12 площадках. Участником традиционной осенней акции мог стать любой желающий, даже не имея специальной подготовки и инвентаря. На месте каждый получил лопаты, перчатки, ведра и брендированную одежду. Посадили яблони, туи, вишни, каштаны, сосны, клёны, сливы, ели. Молодые ёлочки появились на сквере воинов-интернационалистов. В 14 школе ученики и педагоги высадили туи. В сквере рябиновой рощи высадили рябинки. Городские аллеи украсили клёны. Сажали деревья и во дворах, где в этом году проходит комплексное благоустройство. Некоторые деревья в городе порой валятся от старости и обветшания. Вовремя выявлять их очень важно. Ведь они создают своим вероятным падением угрозу жизни и здоровью граждан и имущество. Многие люди переживают за то, что в городе проводят опиловку и кронирование. Но делать это крайне необходимо. Мы не срубаем какие-то деревья, которые просто растут. Мы срубаем и вырубаем деревья сухостоя, которые угрожают, например, организации проезжей части. Мы организации, например, досуга и отдыха около детских площадок. Такие деревья, да, конечно, мы срубаем и вырубаем. И это в основном происходит по заявлениям наших жителей, которые очень бдительно смотрят за этим, переживают за наших жителей и обращаются к нам, чтобы мы навели, например, порядок. Помимо этого есть плановая вырубка деревьев, есть кронирование, так называемое. Все это мы делаем. Ну а сегодняшняя акция, она конечно привлечена к тому, чтобы сделать наш город еще более, наверное, чистым, ярким и объединить людей по таким акциям. Потому что, ну, к сожалению, как вы сейчас начали этот вопрос, что те люди, которые нас критикуют, мало принимают участия в таких мероприятиях. Вот это самое. Хотелось бы, конечно, активизироваться в этом плане. Потому что важно, наверное, не сколько мы вырубаем, а сколько мы сажаем. Потому что, к сожалению, время неумолимо. Деревья приходят и в негодность, и высыхают. И, конечно, их нужно заменять новыми. Вот все эти акции, весенние и осенние, и Лес Победы, и наш лес, они привлечены к тому, чтобы мы обновляли свой город с зелеными насаждениями. К акции также присоединились сотрудники пожарной части номер 254. Они отметили, что в связи с частыми лесными пожарами, неосторожным обращением с огнем, леса чаще приходится спасать. Поэтому крайне важно проводить такие акции, чтобы сохранить природу и экологию. Вам что чаще приходится делать? Спасать деревья от огня или сажать? Спасать чаще приходится деревья от огня, леса. Трофяные пожары чаще бывают. А сейчас как вы себя чувствуете в роли сажателя? Ну, очень даже положительно хорошо. Много деревьев вы в городе посадили? Честно говоря, сажать в первый раз деревья. И как ощущения? Нормальные вполне. Будете хотеть смотреть, прижилась, не прижилась? Да, буду, почему бы и нет. Конечно. Жители дворов также откликнулись на призыв поучаствовать в столь нужной акции и вышли на озеленение города. Зинаида Григорьевна, вы, наверное, еще застали то время, когда вот эти деревья, вы сами, наверное, сажали вдоль улицы. Сейчас вы пришли тоже сажать дерево? Тоже сажать дерево с удовольствием. Сегодня погода просто на заказ. И я очень рада, что у нас столько много собралось народу. И, во-первых, я по городу уже лет пять, наверное, сажаю деревья. Возле нашего дома Горького 8, возле МФЦ там. Ну, везде мы сажали деревья. Вот. И я горжусь нашим городом, что он у нас зеленеет с каждым годом. Все красивее и красивее становится. И я горжусь, что я живу в этом городе. Работа кипела во дворах, вдоль улиц, в скверах, на территории образовательных учреждений. Каждую осень, каждую весну в вашей школе проходит вот такая акция «Посади свое дерево». Где вы находите место для деревьев? Ну, некоторые деревья гибнут. Хочется создать красоту здания. Обсаживаем деревьями невысокими. Ну, чем больше зелени, тем свежее воздух. Что сегодня сажали? Сегодня мы сажали туи, которые, к сожалению, у нас погибли с прошлой посадки. Вот сегодня пересаживаем. 8 туи мы посадили. С большим удовольствием участие в акции принимали дети. Некоторые просто стояли в стороне и смотрели на родителей. А другие со всей ответственностью работали лопатами, копали, носили воду. Часто тебе приходится сажать деревья? В принципе, практически каждый... Каждый... да. Трудно это? Ну, как трудно. Нормально. А для чего мы вот сажаем сегодня деревья по всему городу? Чтобы озеленять свой родной край. А вот ты видишь когда-нибудь, что ребята могут ломать или взрослые ломать деревья, портить их как-то? Ты как к этому относишься? Грустно становится. Жалко? Не лучше было поспать, поиграть, дома посидеть? Ну, я думаю, то, что лучше посажать деревья. Будет воздух чище. Ну, вообще, вот, как ты относишься к тому, что люди сажают вот так деревья, приходят в субботу и в выходные день? Нет, ну, они большие молодцы, они все делают правильно. Привет! Как тебя зовут? Катя. Катя, а что ты сегодня здесь делаешь? Сажаю елки. Елки? А как ты, вот, взрослые дяди сажают, а ты что им делаешь? Я поделаю елки. Нравится? Ага. А будешь приходить смотреть, как они выросли? Да. А елки большие или маленькие? Большие. А как ты думаешь, если ты вырастешь, они будут больше тебя или все-таки ты быстрее вырастешь? Я быстрее вырасту. Участие в экологических акциях для компаний Кроношпан – ежегодная традиция. Уже не первый год предприятие на регулярной основе проводит мероприятия, направленные на восстановление лесного массива, обеспечивая наш округ посадочными материалами. Каждое посаженное дерево – это уверенность в будущем человечества. Сотрудники компании на собственном примере показывают подрастающему поколению, насколько важно заботиться об окружающей среде, чтобы обеспечить достойное будущее. Сегодня сотрудники компании Кроношпан участвуют в акции «Наш лес – посади дерево». Все собрались в этот выходной отличный день для участия в этой акции. Сегодня сотрудники компании вместе с семьями пришли для высадки деревьев, чтобы показать положительный пример данной акции. Мы бы хотели, чтобы дети вместе с родителями, участвуя в данном проекте, почувствовали, увидели тот пример, увидели рост высаженных деревьев, чтобы, прогуливаясь впоследствии по данной улице, вспоминать, что именно они участвовали в высадке этих деревьев, смотреть, как деревья растут, набирают силу и взрослее радоваться тому, что они внесли вклад в развитие города, улучшили его экологическую обстановку, ситуацию и, возможно, когда-то с гордостью рассказывали об этом уже своим детям и своим внукам. Красивая аллея из статных клёнов отныне будет украшать пешеходный тротуар вдоль дороги по улице Ухтомского. Артемий, расскажи нам, что ты сегодня делаешь? Копаю. Папе помогаешь? Угу. А тебе понравилось? Да. Ну а что ты сегодня будешь сажать, расскажи? Дерево. Сколько посадил уже? Один. В 2021 году компания Коронашпан открыла специальный проект под названием Гроу, в рамках которого планируется высадить более одного миллиона деревьев по всему миру силами работников компании. Есть более масштабная акция, проект Гроу. В рамках этого проекта высажено, уже высажено достаточно большое количество деревьев. Также деревья высаживались 9 мая. И деревья высаживались в лесополосе вокруг города Электрогорск. Все это компания осуществляет с целью улучшения экологической ситуации в городе, а также показывает горожанам, населению в целом, что компания неравнодушна к тому, какая ситуация в городе, что она готова вкладывать инвестиции в экологическую ситуацию, использовать только новые новейшие разработки в плане улучшения экологии и готова расти вместе с городом и развиваться вместе с городом. Стоит отметить, что погодные условия для посадки молодых деревьев в этот день были благоприятные. Так что остается надеяться, что все саженцы хорошо приживутся и вырастут большими, крепкими и красивыми деревьями. В сентябре стартовала ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа. В этом году ее будут проводить параллельно с вакцинацией от COVID-19. Все подробности мы узнали у врача-эпидемиолога городской больницы Дарьи Исаковой. Наступила осень, и всем, кроме теплой одежды, зонтов и крепкой обуви, нужна другая, не менее важная защита – прививка против гриппа. Это действенное средство, которое помогает запустить собственные защитные силы организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая к встрече с вирусом. Начинаются холода, как мы уже ощущаем. Эпид сезон по COVID-19 не закончен. Заболеваемость с COVID-19 есть, и сейчас еще присоединяются сезонные заболевания в связи с холодами. Сезонные – это грипп, ОРВИ, ОРЗ. Так как начинается сезон острых респираторных вирусных заболеваний, нужно, естественно, прививаться от сезонных. Сезонные – это у нас грипп. У нас в наличии в поликлинике есть для взрослых вакцина «Совигрипп». Она состоит из двух штаммов подтипа вируса А и одного штамма В. В дальнейшем, возможно, появится еще «Ультрикс» взрослая. Для детей у нас есть также «Ультрикс» квадри – это четырехвалентная. И «Совигрипп» тоже трехвалентная вакцина. Штаммовый состав вакцины обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на текущий эпидемический сезон. Иммунитет вырабатывается через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до 12 месяцев. Как отметила врач, прививку от гриппа можно и нужно делать даже сейчас, когда количество заболевших увеличивается с каждым днем. Об этом говорят и рекомендации ВОЗ. Для удобства жителей вакцинация будет проводиться в детском и взрослом поликлиническом отделениях, а также в мобильной лаборатории, расположенной на территории городского рынка. Прививаться можно во взрослой поликлинике в третьем кабинете с часа до трех. Это именно вакцинация от гриппа идет. Предварительная запись нужна? Нет, без предварительной записи. Также можно прививаться в субботу у нас будет выездная, это на территории рынка, там будет у нас стоять автомобиль, в котором можно будет провакцинироваться с 8 до 12. Что надо иметь при себе? При себе нужно иметь паспорт и в принципе все. Многие сомневаются, можно ли прививаться дважды против COVID-19 и гриппа. Можно. Это разные инфекции, разные вирусы, поэтому и нужны две прививки. При этом вакцинация от гриппа из-за непрекращающейся эпидемии COVID-19 очень важна. Ребятишкам на радость еще одна новая современная игровая площадка открылась в сквере Святого Константина. На праздничном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Веселая музыка, воздушные шарики и счастливые глаза детей. В городе состоялось торжественное открытие еще одной детской игровой площадки. Ее установили по губернаторской программе «Скверь Святого Константина». За короткое время детвора и взрослые уже по достоинству оценили яркие оригинальные элементы новой зоны отдыха. Вам построили здесь рядом с домом такую замечательную детскую площадку. А что здесь раньше было? Ну, тут вот это вот, площадки вот это огромное не было. Тут пока что были вот такие вот качели, ну вот такие качели, и вот это вот доска для рисования, и вот это карусель такая, которая кружится. Сейчас лучше стало? Ну да. Чем площадка нравится? Ну, то, что тут появилась вот эта вот огромная площадка, и то, что там карусель такая есть, и там вот сетку такую построили, к которой можно не лазить. Место всем здесь достанется? Да. Игровой комплекс получился красочный и просторный, наполненный разнообразными игровыми зонами. На нем хватит места детворей разных возрастов. Играть на нем могут дети от двух до двенадцати лет. Арсений, нравится площадка? Да, очень. Чем? Потому что она красивая и большая. Места всем хватает? Да. Большой многофункциональный комплекс теперь радует ребят из ближайших дворов улицы Горького. Первыми это оценили, конечно, родители. Мы, как многодетная семья, очень рады, что возле нашего дома открылась новая площадка детская. Не нужно ходить через дорогу, машины не ездят. В общем, мы очень рады и спасибо администрации за то, что суетятся. В ходе монтажа новой площадки глава города Сергей Дорофеев контролировал все рабочие этапы. Новая площадка не только оборудована разнообразными игровыми элементами, но имеет безопасное для детей покрытие и ограждение. Действительно, для жителей нашего города, особенно для наших маленьких, конечно, открытие площадки – это праздник. Объясню почему. Сейчас площадка, как вы видите, соответствует самым современным требованиям. Вот эта площадка от 5 до 12 лет. И мамы спокойно могут, и папы отпускать своих родителей гулять, зная, что они не повредятся, не поцарапаются, не упадут и ничего не сломают. Потому что действительно покрытие резиновое. И, конечно, все это возможно стало благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Почти 150 детских игровых площадок установили в Подмосковье по губернаторской программе за это лето. И уже началось новое голосование на портале Добродел, на котором вынесено 2709 мест предполагаемого размещения детских игровых комплексов. Из них 6 адресов в Электрогорске. Новые площадки по итогам интернет-голосований будут установлены в рамках государственной программы Московской области формирования комфортной городской среды. Работа в Электрогорске в этом плане ведется уже длительное время. Сегодня мы открываем последнюю заключительную площадку этого года. Это Сверя Святого Константина. На портале Добродел заканчивается голосование по другим площадкам. Работа в следующем, в 2022 году, в этом плане будет продолжена. И наши маленькие жители нашего города в других дворах скоро будут иметь такие же красивые комфортабельные площадки. А сегодня я вас поздравляю, дети, с этим прекрасным событием. И надеюсь, оно вам понравится, и вы будете сюда почаще приходить и приводить своих родителей, чтобы они дома не сидели, а гуляли вместе с вами. По такому поводу для юных жителей Электрогорска организовали веселый праздник с вкусными угощениями и полезными подарками. В гости к детворе пришел веселый клоун со своей помощницей. Вместе с ребятами они танцевали, играли, прыгали через скакалку, веселились. В городе у нас много детских площадок? Да. А для кого они делаются? Для детей. Что мы за это хотим сказать? Спасибо. Расскажи про эту площадку, она понравилась? Она прикольная, хорошая. А вот еще какие изменения в городе происходят, ты замечаешь? Да, постройки новые, обновления всякие. Тебе это нравится? Да. Я люблю Электрогорск. На портале Добродел идет голосование по очистке от мусора подмосковных прудов. Жители Электрогорска смогут проголосовать за обводненный карьер Морозовский для очистки его в 2022 году. Как оставить свой голос за проведение очистки Морозовского карьера? На портале Добродел выбираем вкладку «Голосование», выбираем проект голосования по очистке прудов, расположенных на территории Московской области, и нажимаем кнопку «Голосовать». Переходим на карту, выбираем городской округ «Электрогорск» и объект, за который надо проголосовать. Нажимаем кнопку «Проголосовать» и авторизация через портал Госуслуг, чтобы ваш голос был защитой. Не забудьте написать комментарий или в крайнем случае поставить «плюс». Каждый житель может отдать за очистку карьера свой голос только один раз. Голосование продлится до 10 октября. Не оставайтесь в стороне, давайте вместе сделаем «Электрогорск» чистым, красивым и комфортным. Экономике страны не хватает рабочих рук, а родители выпускников колледжей и техникумов говорят, что их дети никому не нужны. Почему сложилась такая ситуация? Почему молодые кадры даже за время обучения не знают, где нужны их навыки и умения? Чтобы помочь будущим молодым специалистам и показать реальные рабочие места, рассказать о востребованных на рынке профессиях и о возможностях дальнейшего трудоустройства, сформировать у нынешних студентов более четкие представления о будущей профессии, на заводе «Элемет» провели день открытых дверей. Подробности далее. Целую ночь организаторы дня открытых дверей ставили огромный шатер, который на один день стал отправной точкой в путешествие по самым основным и интересным цехам предприятия «Элемет» для будущих выпускников, техникумов и колледжей Ногинска, Павловского посада, Электростали. У меня растут года, скоро мне 17, кем работать мне тогда, чем мне заниматься? Такой наболевший вопрос стоит перед выпускниками школ, вузов, техникумов. И чтобы помочь ребятам определиться с выбором, сегодня компания «Элемет» проводит день открытых дверей. В стране в последнее время складывается парадоксальная ситуация. Государство бесплатно учит выпускников школ, а экономики не хватает специалистов. Электрогорскому металлическому заводу в этом году исполнилось 20 лет. Но за эти 20 лет мы дошли до такого уровня, что нам, к сожалению, уже не хватает ресурсов и кадров, именно кадровых ресурсов, сотрудников для реализации всех тех начинаний, идей, которые мы здесь каждый день реализуем. Поэтому мы хотели открыть свои двери для всех желающих. Особенно, конечно, нас интересовали молодые люди, которые учатся по профильным специальностям, по интересным для нас, чтобы они в будущем пришли к нам на работу. Поэтому сегодня у нас день открытых дверей завода, который посвящен именно для и организован для молодых студентов, которые учатся в техникумах, в колледжах по профильным для нас вакансиям. Мы их ждем по результатам сегодняшнего мероприятия, по результатам всей нашей комплексной деятельности. Ждем их в наших стенах. Рынок труда развивается и трансформируется так быстро, что узнать про все современные появляющие профессии в кругу знакомых уже не получится. Десятки специальностей перестают быть нужными, зато многие новые направления становятся перспективными. Безусловно, от претендентов на рабочее место мы в первую очередь требуем, конечно, знания компьютерной техники, желательно, как минимум, знания приемов программирования оборудования. Но в остальном это, конечно, кругозор и желание работать. Развивающиеся отрасли производства сегодня остро чувствуют нехватку кадров. Чаще всего молодежь задействована в предпринимательской сфере и сфере услуг. Чем вы привлекаете молодых специалистов? Мы, на самом деле, у нас широкий круг таких, на наш взгляд, привилегий для специалистов. Ну, во-первых, это классическое для всех социальное обеспечение. То есть мы ценим здоровье наших сотрудников и его пытаемся обеспечивать за наш счет. Мы придерживаемся такой политики, что поддерживаем спортивное начинание сотрудников. То есть наши сотрудники бегают в марафоны, наши сотрудники участвуют в походах, сплавах и прочих. Это мы всячески поддерживаем и приветствуем. Ну и самое главное, мы помогаем людям развиваться. То есть мы придерживаемся такой политики, что мы готовы спонсировать, даже оплачивать и поощрять всячески все начинания наших коллег, наших сотрудников на повышение их квалификации и даем себе для этого возможности. К сожалению, в школе профориентации подростков уделяется мало внимания и выпускникам бывает трудно определиться с будущей специальностью. Ты заканчиваешь сейчас учиться, да? Последний год у тебя начался. Как, кем ты планируешь, где ты планируешь работать? Пока поработаю там, где сейчас работаю, но потом собираюсь идти по профессии. А сейчас кем работаешь? Сейчас я работаю на заводе, обслуживаю литейные машины. То есть ты учишься и работаешь? Теперь так можно, да? Да, можно. А для чего нужны такие встречи, приемы? Ну, чтобы побольше узнать об этом заводе и в дальнейшем, чтобы, допустим, сюда трудно устроиться. А ты был раньше на таких подобных встречах или нет? Раньше был на подобных встречах, да. Также нас возили от колледжа на подобные встречи. Ну, зацепило какое-нибудь предприятие? Ну, вот сегодня посмотрим, так как было только вот это, можно сказать, это второе. Посмотрим. Может же это зацепит. Именно поэтому многие школьники толком и не знают, что делают представители той или иной специальности, их возможности для карьерного роста. Не знают, какие предприятия есть в городе и какие специалисты требуются. Ты когда-нибудь бывала вообще на таких экскурсиях, на предприятиях своего города, соседних городов? Нет, никогда не приходилось бывать. Ну, вот сейчас ты как думаешь, будет интересно тебе или нет? Я думаю, что да, мне понравится. И это мероприятие произведет на меня хорошее впечатление. День открытых дверей для ребят – это возможность увидеть предприятие изнутри, познакомиться с производством. Это возможность задать напрямую вопрос профессионалам, увидеться с руководителями компаний, рабочими, инженерами, узнать, какие специальности востребованы. Юрий Васильевич, как часто проходят такие встречи для ваших студентов? Ну, для наших студентов, к сожалению, это впервые, но я надеюсь, что с этого дня мы полотвор начнем сотрудничать, потому что мы сегодня подписываем договор о сотрудничестве, где будем направлять на практику детей. И поскольку есть заинтересованность предприятия в наших кадрах по направлению подготовки, соответственно, мы будем потом трудоустраивать их на те должности вакантные, которые будут в конечном. У молодежи в последнее время растет популярность вот таких рабочих профессий? Ну, наверное, вы тоже замечали, конечно, растет. И популяризация рабочих профессий началась еще с 2012 года, когда мы вошли в движение «Союз WorldSkills». И после этого, наверное, как раз пришло то время, когда все предприятия стали омолаживать кадры, да, и когда задумывались, и производство где-то на какой-то уровень вышло определенный, то в определенных специальностях началась как раз голодовка, что называется. После этого начались обращения непосредственно в образовательные организации, и по направлению подготовки эти заказы выполняются, и в настоящее время, и больше у нас уже, наверное, порядка 100 новых соглашений о сотрудничестве с предприятиями, и вот такого вот рода. Будущим молодым специалистам не только рассказали о том, чем занимается предприятие, но и наглядно показали, организовав большую экскурсию по производственным цехам и лаборатории. После экскурсии ребята приняли участие в конкурсах и розыгрышах, и в квизе, где отвечали на вопросы, связанные с предприятием. На всем протяжении мероприятий ребят угощали безалкогольными коктейлями, а на память подарили сувениры с символикой завода. Очень актуально, потому что в городе на предприятиях у нас тоже ощущается потребность в молодых кадрах, и это очень актуальное мероприятие. Мы приехали посмотреть формат, для себя что-то отметить, потому что мы бы тоже хотели, наверное, у себя проводить такие мероприятия. Вообще, как идет трудоустройство молодежи в последнее время? Есть какие-то проблемы? Ну как, проблемы есть, наверное, всегда, но сейчас ощущается нехватка кадров, поэтому заключаются трехсторонние договора между учебным заведением, студентами и заводами, которые заинтересованы молодых специалистов. Стараемся трудоустроить тех, кто хочет остаться в городе, конечно. День открытых дверей показал ребятам, что профессию, которую они выбрали, правильная и востребованная. И работодатели, идущие в ногу со временем, думая о своем будущем процветании, не считают молодых людей бесперспективами и относятся к ним с уважением и видят возможности их дальнейшего роста. Саш, ты сейчас побывал на таком предприятии в Электрогорске. Ты вообще не местный, да? Нет. Палпосадский. Да. Вот впечатлило? Да, конечно. Чем? Работой, первым делом, красотой, то, что здесь все чисто. Ну, красиво. Современно? Да. Ну, вот есть перспективы пойти сюда работать, допустим? Да. Дальше есть какие-то планы? Планы на будущее, да, конечно, есть. Пойти учиться, работать еще дальше. Вот. Работать я планировал тут, как раз таки. Похолодание в столичном регионе усиливается. Осень укрепляет позиции. В ночь с 17 на 18 сентября местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Вплоть до субботы существенные осадки маловероятны. И днем пока еще не очень холодно. Плюс 11, плюс 13. Но с воскресенья небо над столицей затянут дождевые тучи. И похолодание усилится до плюс 7, плюс 9, словно в середине октября. На этом у нас все новости. В студии была Ольга Костина. Хороших вам выходных. До новых встреч на телеканале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова